Спонсор выпуска новостей – Центр недвижимости и ипотеки «Этажи». Планируете купить, продать или сдать в аренду недвижимость, но сомневаетесь? Специалисты Центра недвижимости и ипотеки «Этажи» помогут развеять все сомнения. Наберите нужный номер телефона или приходите по адресу. Город Чита, улица Чкалова, 136. Центр недвижимости и ипотеки «Этажи». Все виды сделок на раз, два, три. Дополнительные деньги в бюджете и газификация 13 тысяч домов. Сегодня состоялось очередное оперативное совещание в правительстве региона. Второй шанс по инициативе президента России выпускники смогут пересдать ЕГЭ. Подробности через несколько минут. Проголосовать всей семьей и выиграть путешествия. Федеральный проект возрождает семейные традиции и привлекает к участию в общественной жизни страны. Об этих и других темах расскажем более подробно прямо сейчас в эфире новости РТК «Забайкали» в студии Марина Пожидаева. Здравствуйте. На оперативном совещании в правительстве региона сегодня обсуждали новые поправки в краевой бюджет на 2024 год. У «Забайкали» появились дополнительные 1,2 млрд рублей. Затронули и вопрос газификации. В планах пустить газ в 13 тысяч домов уже в сентябре этого года. Подробнее об этих и других темах расскажет Григорий Анипер. Еженедельное оперативное совещание открыл первый заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Кефер. Он рассказал о новых поправках в краевой бюджет на 2024 год. В региональной казне сложилась весомая экономия в 1,2 млрд рублей, которым уже нашли применение. Большую часть направят на строительство дорог, а остальное уйдет на сокращение жилого фонда, в котором нельзя жить, на ледовую арену в Приоргунске, ликвидацию экологических ущербов и на строительство Дома культуры в Аксеново-Зиловском и Нового ФОКа в Чернышевске. Затем собравшись и остановились на докладе зампреда правительства региона, курирующего сферу ЖКХ и строительства Алексея Гончарова. В краевом бюджете на подготовку к отопительному периоду 2024-2025 годов предусмотрено 200 млн рублей. На сегодняшний день осуществляется прием заявок на конкурсный отбор муниципальных образований и мероприятий на представление субсидий на подготовку к отопительному периоду состоятся в период с 18 по 22 марта 2024 года. Кроме того, на этот год предусмотрено финансирование в рамках региональной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сумме 969 млн рублей, в том числе это 461 млн рублей средства Фонда развития территорий. На указанные средства планируется в срок до 01.12.2024 провести капремонт 10 км сети водоснабжения, 700 метров сети водоотведения и 3,4 км сети теплоснабжения, строительство двух очистных сооружений в городе Бали и селе Балига. Затронули и вопрос газификации частных домов Читы. Алексей Гончаров рассказал, что контроль за процессом ведется еженедельно и показал таблицу планов до конца этого года, где возможной датой запуска газа в 13 тысяч домовладений может стать 17 июня этого года. Такой исход возможен при соблюдении плана графика. Еще одной датой также был назван сентябрь 2024 года. По переводу 13 тысяч 200 домовладений обход планируется завершить до 30 апреля. Сейчас обход завершен в 9 тысячах 98 домах. Для работы задействованы 14 человек, это 7 бригад. Обсуждали и начало пожароопасного сезона. Край начал гореть. Однако, по словам зампреда правительства региона Николая Захарова, забайкальские пожарные полностью готовы к борьбе с огненной стихией. Уже потушено 93 возгорания. Обучение прошли 560 человек, 100% личного состава, которые должны были пройти обучение. Техника укомплектована, отремонтирована, готова к использованию. В рамках контрактации заключено 19 контрактов на использование 19 судов воздушных. Николай Захаров рассказал, что сегодня началась работа по созданию пожарной части в Смоленке. Туда закупили 5 единиц техники. Григорий Анипер, Владимир Николаев, РТК Забайкалье. Четырехлетнего ребенка, которого спасли от обморожения двое подростков в поселке Анунское Шилкинского района, могут выписать уже через неделю. По словам врача Краевой детской клинической больницы Диляры Туктаровой, сейчас мальчику провели операцию, и он идет на поправку. Напомним, его госпитализировали санавиацией в Читу 3 февраля. Долгое время малыш находился в тяжелом состоянии. К другим новостям. Еще один шанс для будущего. Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию выдвинул инициативу по изменению условий сдачи ЕГЭ. Уже в этом году российские выпускники смогут пересдать один предмет по выбору. Как к предложению относятся школьники Забайкали и что стоит за этим решением, выясняли мои коллеги. Антон и Александр живут в одном подъезде и сидят за одной партой. Дружба ребят крепла все 11 лет школьной жизни. Но в скором времени каждому из них предстоит сделать свой выбор. Александр, например, видит себя юристом. Антону по душе точные науки и профессия геодезиста. Недавнее заявление Владимира Путина о новой возможности пересдать один предмет в рамках единого государственного экзамена ребята восприняли как настоящий подарок. Сейчас начинается такой самый жесткий этап подготовки весна. Я сдаю такие предметы, как физика, профильная математика и русский. И в последнее время я начал прям плотно готовиться и результаты значительно выросли. Я вижу по многим своим друзьям, одноклассникам, что многие прям волнуются, волнуются. И фактор пересдачи может снизить их волнение. Хотелось бы сдать с первого раза, но в любом случае, как подстраховка, я думаю, это очень отлично. Возможность пересдачи открывает немного новое мышление в плане экзамена. Меньше волнения и я думаю, что результаты будут лучше. Ждать пересдачи после неудачной попытки еще в 2023 выпускникам приходилось целый год. И далеко не всем в итоге удавалось наверстать упущенное. Поэтому и переживания 11-ти классников можно понять. От баллов ЕГЭ зависит их конкурентоспособность при зачислении в ВУЗ и будущее в целом. Внедрение инициативы потребует дополнительного труда со стороны учителей. Но дать еще один шанс – это, говорят педагоги, отличная идея. Мы вкладываем все, что можем, все свои знания, умения, чтобы дети были готовы к началу итоговой аттестации. Конечно, есть дети, которые не переходят порог по предмету, например, общества знания. Но их немного, единицы, и мы всегда выясняем причины, почему это случилось. Как правило, это стресс. Я полностью поддерживаю эту инициативу. И я думаю, что все мы, педагоги, готовы принять детей в этот дополнительный период. Дать выпускникам еще одну возможность осуществить свою мечту. Звучит красиво и достаточно просто. Но на самом деле за этой инициативой стоит масштабная работа, которую в кратчайшие сроки предстоит выполнить сначала на уровне федеральных министерств. Чита пока ждет указаний сверху. Это предложение требует тщательной проработки организационно-технологических решений. В ближайшее время мы ждем от Министерства просвещения и Рособорнадзора изменения в расписании единого государственного экзамена и разъяснений по реализации данной инициативы. Как только станут известны сроки приемной кампании в вузы этого года и появится расписание ЕГЭ с каждым субъектом федерации, отдельно будут прорабатываться и другие вопросы. Пройдут процедуру единого госэкзамена в 2024-м почти 700 тысяч выпускников по всей стране. Екатерина Пешкова, Никита Дроздов, РТК Забайкалье. Проголосовать весело и с выгодой, налепить пельмени и выиграть большое путешествие. Все это станет реальностью уже нынешней весной. О федеральном проекте, открывающем новые возможности для любой российской семьи, расскажем прямо сейчас. Семья – это когда все вместе. Вместе проводите свободное время и помогаете друг другу справляться с любыми сложностями. В год семьи специально к выборам общественная организация «Я помогаю детям» объявляет необычный федеральный проект, который не только еще больше объединит пап, мам и детей, но и даст возможность принять участие в розыгрыше призов. 100 тысяч семейных фотокниг, 2000 сертификатов на покупки Озон и 100 семейных путешествий. Все, что нужно – зарегистрироваться на сайте всей семьи ОРФ, проголосовать с 15 по 17 марта и разместить совместное фото с избирательного участка в социальной сети ВКонтакте или Одноклассники с обязательным официальным хэштегом проекта. Кстати, для тех, кто выбрал дистанционное голосование, достаточно общего фото на фоне компьютера. Тем, кто хочет побороться за семейное путешествие, нужно также выполнить 15 простых и очень занимательных заданий. Например, налепить пельмени или реализовать давно откладываемый поход в музей. Идея проекта «Всей семьей» направлена на возрождение семейных традиций и интереса к участию в общественной жизни страны. Розыгрыш призов состоится 4 апреля 2024 года. Екатерина Пешкова, РТК Забайкалье Это еще не все новости на сегодня. Смотрите далее в нашем выпуске. Разговор о главном студенте СПГУ встретили с героем России Владиславом Головиным и телеведущей Юлией Барановской. Лекции от первых лиц государства и общение с российскими спортсменами. Чем запомнился забайкальцам Всемирный фестиваль молодежи расскажем через несколько минут. Не пришли. И мне до меня. И мне до меня. Володя, ну ты где? Забыли они о нас? Некогда им не приедут. В жизни есть моменты, когда наше участие не просто важно, оно необходимо. Ваше участие необходимо. 15-18 марта 2024 года. Выборы президента России. Продолжаем выпуск. Студенты СПГУ встретились с героем России Владиславом Головиным и телеведущей Юлией Барановской в рамках проекта «Разговор о главном». Владислав получил золотую звезду за освобождение Мариуполя, а Юлия – автор документального проекта «Женщины Донбасса». Подробности встречи у Даниила Ботвинского. Спикерами разговоров о главном становятся самые разные люди. Известные политики, выдающиеся врачи и ученые. В этот раз со студентами СПГУ встретились герой России Владислав Головин, скрипач Петр Лустером и телеведущая Юлия Барановская. Гости активно занимаются публичной работой и часто выступают перед большой публикой. Студентов интересовал вопрос, как же известные люди справляются со страхом сцены. Они, наверное, не так сильно будут оценивать, если ты в какой-то момент запнешься в какой-то подводке, нежели если ты будешь тарабанить эту подводку, ну быть абсолютно безэмоциональным. Ну типа, побыстрее бы этот момент закончился, все закончилось и все, я бы выдохну. Поэтому, на мой взгляд, любой человек, который выходит на сцену или в публичное пространство, просто обязан волноваться. Юлия Барановская не только ведет скандальное ток-шоу на федеральных каналах. Она автор проекта «Женщины Донбасса». Цикл передач рассказывает о непростой судьбе жительниц новых российских территорий. За историями зону соприкосновения Юлия ездит лично. И, как признается, порой есть желание все бросить, слишком тяжело воспринимать жестокую реальность. Тогда был очень тяжелый день, хотя не все тяжелые, но когда тебя маленькие дети ведут на могилу отца, который похоронен у них во дворе, и говорят, что папа за ними следит, и вот смотри, у папы конфеты. Когда тебе мать рассказывает чудовищную историю, что она была объята пламенем, но ей пришлось в какой-то момент двое детей не разорваться, спасти только одного, это не может не оставить следа, отпечатка. Было очень тяжело. Но, тем не менее, я вернулась к работе. И для меня, для самой этот проект был важен очень, потому что мне кажется, что каждая история, история моих героинь, сделала меня чуть-чуть лучше. Герой России Владислав Головин лично принимал участие в освобождении Донбасса. В боях за Мариуполь после гибели командира взял на себя командование штурмовой группой и, будучи контуженным, выносил с поля боя раненых бойцов. Сейчас он не только встречается со школьниками на уроках мужества, но и преподает десантном училище, делясь будущей военной элитой боевым опытом. Мой долг просто рассказать о том, с чем я столкнулся, чтобы ребята, столкнувшиеся снова с этим же, уже были готовы к этому и не сделали своих уже каких-то других ошибок. Говорить об этом стоит, потому что это касается сейчас нас. Даниил Батвинский, Владимир Николаев, РТК «Сбайкалье». Уроженец Краснокаменска Алексей Гринёв награжден Орденом Мужества. Военнослужащий командовал мотострелковым отделением, которое освобождало населенные пункты от украинских националистов. Алексей Гринёв выбрал наиболее выгодные позиции для ведения огня по противнику. Попав под встречный минометный огонь, старшина получил тяжелое ранение, но продолжил руководить бойцами. В итоге мотострелки без личных потерь захватили несколько опорных пунктов ВСУ и закрепились на территории. К другим темам. Всемирный фестиваль молодежи прогремел на весь мир. На самом масштабном событии года побывали 44 человека из нашего региона. Участникам ждала недельная программа и почти тысяча различных мероприятий. Где успела проявить себя забайкальская молодежь, чем вдохновилась и каким запомнила, ВФМ 2024 расскажут они сами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Участникам Всемирного фестиваля молодежи от Забайкальского края Всемирный фестиваль молодежи официально стартовал 2 марта. И впереди участников ждали порядка 800 различных мероприятий. Образовательных, спортивных и развлекательных. Забайкальские ребята постарались посетить все. Так, например, чьи фотоши делегации Евгений Лопатин успел на мастер-класс к тренеру сборной России по керлингу Сергею Глухову. Не расстраивайтесь, хорошая бедность. Сами видел, не отсталивайтесь. Количество именитых спикеров на один квадратный метр просто зашкаливало. Хотелось знакомиться с каждым. Чита, всем привет от актрисы Сокулисой, была у вас в гостях, на ваших потрясающих собках, осталась в восторге от вашего города. Забайкальский край, привет. Большой привет всему Забайкальскому краю, это Саня Эстэ. Вау! Особенно запомнились встречи с российскими спортсменами. Сестры Дина и Арина Аверина, гимнаст Никита Нагорный, фигуристы Евгения Медведева, Аделина Сотникова, Камила Валиева и Марк Кондратюк. Смотрите, это автограф Марка. Мы сфотографировались с Марком, он очень хороший, он в жизни выглядит вообще по-другому. Я плачу. Большое впечатление произвела и встреча с Романом Костомаровым и его супругой Оксаной Домниной, которые вместе смогли противостоять болезни. Они – настоящее олицетворение слов поддержка, любовь и взаимопонимание. Важно, чтобы рядом с тобой был такой близкий человек, как моя жена, как моя мама. Те люди, которые действительно вдохновляют тебя и помогают тебе все-таки поверить в то, что, наверное, не зря ты все-таки здесь остался на этом свете, и нужно продолжать жить и идти вперед. И действительно, вроде женщины – это слабый пол, но этот слабый пол – очень сильный пол. Ребята отметили в год семьи, встречи с такими людьми должны быть организованы в каждом регионе страны. Конечно, забайкальцы постарались увидеть и первых лиц России. Не пугали даже огромные очереди. Так получилось побывать на лекциях Дмитрия Медведева, Сергея Лаврова, Сергея Кириенко, Марии Захаровой, Маргариты Симоньян и многих других. Привет первым Забайкалья! Сейчас мы находимся на Всемирном фестивале молодежи, и Григорий Александрович тоже здесь находится. Поэтому сегодня перед вами привет, Забайкальский край. Вы первые! Для меня самое яркое событие было это знакомство с нашими иностранными друзьями, с которыми мы сейчас уже переписываемся, плотно общаемся. Это прям такой хороший опыт. На фестивале действовала программа «Культурное шефство». Регионы России должны были сопровождать и помогать участникам иностранных делегаций. Забайкалье и Республика Бурятия под свои крылья взяли Монголию. У Забайкальского края установились очень крепкие связи с Монголией. Это и образовательные связи, культурные, спортивные, крепкие экономические связи, развивается туризм. Мы очень рады видеть вас на территории нашего Забайкалья. Мы всегда рады приезжать к вам в гости. Поэтому от лица всей делегации, от лица руководства Забайкальского края мы приветствуем вас. Желаем вам всего самого замечательного, солнечного здесь, в такой дружеской, яркой, светлой атмосфере фестиваля. Забайкальцы подготовили для друзей из Монголии небольшие подарки – походные кружки и имбирные пряники ручной работы с брендом Забайкалья. И таких сближающих мир моментов было очень много. Самое масштабное, что я видела в своей жизни – это шествие. 190 стран, 20 тысяч участников. Конечно, там не все приняли участие, так как площадок очень много. Но это было массово, красиво, все представили национальные костюмы. Мы, русские, кричали свои регионы, были каждый со своим флагом. И все было воедино, несмотря на то, что такой разрозненный большой мир. Одним из интересных мероприятий на фестивале был Забег, в котором участвовали ребята из разных стран. Ребята начинают Забег с разных точек, где встречаются в одном месте и продолжают бежать в одном направлении. В нашем крае можно организовать подобный Забег, в котором примут участие ребята из соседних стран и ближайших регионов. Друзья, шок-контент. Март месяц, а я на САПе на Черном море. Каждый день участники проходили как минимум по 30 тысяч шагов. А на вечерних концертах у ребят как будто открывалось второе дыхание. И они вновь готовы были танцевать в полную силу. Тем более, когда в твой Забайкальский круг вливаются участники из других стран и вместе с тобой пытаются подпевать российским исполнителям. А потом о людях говорит до утра. Это юность моя, это юность моя. На высокий берег, на крутой. И если кажется, что в таком бешеном ритме участники сильно уставали, то еще большая задача и ответственность была на наших волонтерах. Из Забайкальского края помочь провести самое масштабное молодежное мероприятие мира. Отправились 10 человек. Я волонтер на Всемирном фестивале молодежи 2024. Мои функции входят в управлении потоками. Привет, я волонтер. Я работаю на входе в фудкорт. Сегодня очень много посетителей. Моя функция – управление потоками. Я выступала в роли волонтера медицинского сопровождения на Всемирном фестивале молодежи 2024. Нам выкладывала уникальная возможность помочь и оказать первую помощь всем пострадавшим на этом фестивале. Счастью, их было немного, но все же мы смогли помочь всем нуждающимся. Привет всем! Айана Аташа, делегация Ирака. Действительно, на Всемирном фестивале молодежи 2024 года в Сочи я выполняю функцию сопровождения делегаций. И в этом году мне попалась замечательная делегация из страны Ирака. В мои обязанности входило непосредственно полное их сопровождение, оформление, заселение и решение всех вопросов. Я считаю, что у меня самая-самая лучшая делегация. Спасибо! Спасибо! А вот, например, Лариса Пляскина помогала ребятам из Испании путешествовать по Сочи и Сириусу. Волонтеры прибыли сюда на несколько дней раньше участников фестиваля для того, чтобы пройти обучение и сделать фестиваль запоминающимся, позитивным и безопасным, что у них получилось на все 100%. Каждый день начинался в 7 утра и заканчивался в 11 вечера. А последний день в ФМ подкрался очень незаметно. Смысл, которым он был наполнен вместе с Россией. Начался он с концерта «Шамана», где тысячи участников, несмотря на разную национальность, веру и языковой барьер, в унисон пели «Я русский и мне повезло». И хотя погода была пасмурной, видимо, Сочи не хотел отпускать участников фестиваля. Скрасили его цветы, которые мужчины подарили всем девушкам в преддверии 8 марта. А сам день был наполнен благодарностью всем тем, кто помог этому фестивалю состояться. Организаторам, волонтерам, ведущим, партнерам и, конечно же, тем, кто не оставлял участников голодными. Очень грустно на душе. Грустно осознавать, что все запанчилось. Мы поблагодарили всех работников. А улюбли, показали сердечки. И сказали до свидания, потому что буду ездить в лес. Здравствуйте вместе, прощай. До свидания. Мы не прощаемся. До новых встреч. Но, конечно, самым ожидаемым событием дня стала церемония закрытия фестиваля. За время фестиваля наверняка каждый из нас хотя бы раз преодолел стену между собой и миром вокруг. Попробовал понять другую культуру, иностранный язык, чужой опыт, иные взгляды. Мы хотели создать условия свободы, творчества, дружбы, которые позволили бы вам общаться друг с другом, найти новых друзей, а может быть и партнеров для будущих ваших проектов. Надеюсь, что это нам удалось. Но вам удалось еще больше, чем мы ожидали. Именно вы создали здесь, на юге России, настоящий город молодежи мира. Спасибо вам. Да, Всемирный фестиваль молодежи закончился, но это только начало. Начало нашего будущего. А ответственные за нашу счастливую судьбу. Именно мы. Ради нашего общего будущего Мы должны становиться лучше И не ждать удобного случая Делай сейчас Все получится Во имя всеобщей идеи Флаги поднимутся ввысь Но здесь и пришло в наших временах Строим новую жизнь О том, какие идеи для развития нашего региона привезли со Всемирного фестиваля молодежи Забайкальца, мы расскажем уже завтра в выпуске новостей. И к этому часу это все новости на сегодня Если вы столкнулись с проблемой, которую не в силах решить в одиночку, становитесь нашим народным корреспондентом Снимайте все на камеру своего мобильного телефона и отправляйте в нашу редакцию номер для связи 21 7503 Либо сканируйте QR-код, который сейчас на ваших экранах и попадайте в нашу группу в Telegram Поделиться своей проблемой, историей или необычным видео можно в специальном закрепленном сообщении в шапке профиля Я же с вами прощаюсь, всего доброго, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok